Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру зомби против растений и у нас на очереди бонусная миссия под названием Food Fight. Начинается уровень и мы получаем первое растение с выпадает вместе с бонгчоем. Внизу у нас идут первые противники это повар и зомби в колпаке. Получаем сейчас колючки, ставим их на четвертую линию и сразу за колючками ставим пушку кокоса. Еще одну пушку мы получили, поставим ее на пятую линию, там у нас идет повар. Нам его обязательно надо вынести и там уже можно выкопать пушку и поставить за свой патейт на вторую линию. Сейчас у нас появляется Куровод по середине поля. С ним были проблемы не столько с ним, сколько с его питомцем. И эту миссию я уже прохожу не первый раз. Неплохо с курами справляется в этой миссии бонгчоем, но в идеале было бы неплохо, чтобы в этом уровне была молния. Молния отлично справляется и с Куроводами, и с курами, и с другими зомби. Ну а бонгчоем его минус это то, что он оружие ближнего боя, и когда начинается такая вот волна большая, пруд куча противников, конечно же бонгчоем справиться не сможет с большим количеством. С другой стороны у нас есть пушки, мы в принципе и поставили пушки там, где свой патейт. Но тут пушка срабатывает не всегда, так как необходимо время для перезарядки. Спасает план, который мы сейчас получили, у нас уже несколько штук. И если что, мы соберем там большую волну, то можем использовать плент для пушки, который отодвинет всех противников к началу поля. Вот как раз мы сейчас используем плент для пушки, и она всех противников оттеснила к началу. Ну и там и снаряды ликвидировал. Появляется у нас повар, целая группа. Мы получаем бонгчо и двойной горох. Получаем сейчас пушку, мы тут ее потеряли на второй линии и высадили на том же месте. Используем молнию. У нас тут зомби подошли очень вплотную, особенно повар на первой линии, и необходимо было все это быстро пресечь. У нас сейчас движется большая группа зомби. Тут в основном сильно так выделяются пираты с компанией Paradesis, с бочками. Бочки тоже очень штука такая неприятная, тут лучше всего использовать колючки. Но колючки я поставил, стараясь во всяком стае, сразу за газонокосилками. Дело в том, что если один из индюков просочится через нашу линию обороны, то колючки запросто смогут уничтожить индюка. Использовали сейчас только что плент для пушки на второй линии, и то же самое делаем для четвертой линии. На четвертой линии там у нас пушка стояла и пришлось использовать, потому что зомби опять валит у нас большими силами. И очередная волна, которая уже последняя в этой миссии. Сейчас у нас прут куча противников, в основном это куроводы. И можно уже запускать газонокосилку. На самом деле это определенный риск из-за индюков, которые бегают абсолютно по всему полю хаотично. И могут запросто забежать именно туда, где у нас нет газонокосилки. Но попробуем, запустим на третьей линии. Мы сейчас можем остаться не только на третьей линии без газонокосилки. У нас еще есть опасность на пятой линии и на второй, где с большой долей вероятности газонокосилки активируются. В принципе это и плюс, потому что быстрее пройдем миссии. С другой стороны опять же индюки. А мы сейчас их добиваем исключительно благодаря колючкам. Но еще для подстраховки используем молнию. Осталась небольшая группа зомби на первой линии. Там у нас есть последняя газонокосилка. Но думаю, что разберемся без нее. Там помогли колючки, которые убрали последних противников. И мы проходим эту миссию, после чего будем скрывать подарки. В первом подарке у нас деньги и в двух оставшихся тоже деньги. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.